Всех приветствую, друзья! С вами Джокер. Вы на канале Джокер Кипиш. Игра у нас в Clash of Kings. Итак, ребята. У нас сегодня пятница. У вас у всех руины. У нас тоже воюем потихонечку. Развиваемся. Давно я для вас не делал познавательных роликов о механике игры, о балансе в игре. Вообще. О том, о сём немножко. О войсках поговорить с вами хотел. Показать вам примеры, отчётов, разборы, моё мнение, советы для вас. И так скажем, чтобы вы понимали, в каком направлении вам двигаться. Вообще, что вам делать, чтобы у вас получалось то или иное. На пехоте, на конях, на луках. Сегодня я решил вам показать отчёты на пехоте и на конях. Многих часто бывает, вот сегодня у нас такие случаи были, как конные замки прорывают тележники в соло. Просто их разрывают вообще. Вот. Хотя, допустим, если тот же конник сидит в точке, да, где-нибудь, в руинах, вот здесь, на нормальных там процентах, на статах, и в этот момент по нему тот же тележник бьёт, то он, ну, один в один примерно не умирает. на хорошей армии, естественно. А когда этот конник, допустим, сел в точку, на стене у него осталось непонятно, чё он там, в атаке. Если смена ещё плохо настроена, там, короче, может быть полный фарш. И когда телега залетает в такой замок, она чувствует себя просто, ну, как это я говорю, как лиса в курятнике, короче. Все войска там быстро отлетают, и она, короче, легко всё прорывает, убивает очень много. И так, в принципе, ну, все виды так бьют, что пехота, что луки, что кони так могут прорвать. Просто тележников развелась вся масса в данной игре, в данный, так скажем, период временного времени. Вот, поэтому от тележников многие страдают. Сейчас плюс пехотников становится всё больше так же. Ну, и о коннике с лучниками. Коней всегда было много, и лучники тоже не как бы всегда были. Ещё со времён, там, с 15-го, с 16-го года, 16-го, когда была эра лучников, до сих пор остались немало лукорезов, так скажем. Вот, давайте, ребят, с вами отчётики разберём. Покажу вам. Первый будет отчёт на пехоте. Пехотная. Это я вам покажу, к чему вам надо стремиться, чтобы держать удар, так скажем. Вот. Не забывайте, ребят, подписываться на мой канал обязательно, ставить лайки. В описании под роликом находятся все ссылочки для связи со мной, и всё, что вас интересует, это мои телеграммы, телеграмм-канал, телеграмм-группа с закреплённым комментариям. Также там есть мой ватсап, мои группы ватсапе и так далее. Перелёты пошли успешно, куча ребят прилетела активных, поэтому развиваемся, ждём КВК. сейчас сяду, ребят, на сокровищице, на сокровищницу, и перейдём к первому отчёту. ой. Так, первый отчёт, ребят, я вам хочу показать. Так, осада прошла неудачно. осада, так, осада. где-то я бил. Так, это не то. Так, это не то. О, вот. Вот, ребят, отчётик. Многие из вас знают, да, что я тоже перехожу на пехоту, сажусь на неё. сейчас с мыслями, ребят, соберусь, секунду. Так, моя цель на пехоте, это держать ралли, естественно, держать ралли всякие, от всех подряд, так скажем. Для этого мне ещё надо армии много сделать, и держать всякие точки, безболезненно, мелочью там, всякими этими, и в принципе, я к этому и остремлюсь. Пока что, честно скажу, ребят, не получается. Вышибают, как тузик от той же телеги. Вот. И сегодня я встретил, так скажем, собрата, по несчастью, тележника, который здесь у нас сидит. Ой, тележника, пехоты. покой, так скажем. Я бы не сказал, что он сильный, но у него есть свои, точнее, не скажу, что от топового, но крепкий довольно-таки. Соло может ударить. Нет у него ни проколов, ничего, но большое количество здоровья, ребят, пехоты. Базово, так, 61 немного, но вот базовой защиты, 58, это, ну, очень такой серьезный момент. Урон получаем мы не так много, и урон не так много, шанс крита сотка, крит 313. Урон при нападении, при обороне, в принципе, ничего сверхудивительного, да, но я бил телегой, и если бы я сам, лично я вот, допустим, поменять нас местами, вот если бы я, так, если бы здесь сидел я, вот этими бы войсками, со своими процентами пехоты, и бил же сам себя, то я бы сам себя порвал вообще, просто как тряпку. А вот здесь нет, тут, ребят, так не получилось, и пехота все-таки сдержала. Сейчас я вам, если найду отчет, так, я сейчас вам найду разницу в отчете. Так, давайте, сейчас я найду. Так, вот пример, ребят, мой. Тут меня, конечно, посильнее тележник ударил, но вообще меня не почувствовал, так скажем, да, вообще даже поход не расширил, просто мне так, как подзатыльник влупил. Конечно, тут и проценты повеселее, но вот смотрим на мою пехоту. Различие в чем? На 300 с лишним у меня здоровья меньше, чуть меньше базы, на 1, и защиты меньше, на порядочное количество. Снижение такое же, урон даже у меня больше, и шанс крита, ну и шанс крита, полтинник мне надо еще, ой, не полтинник, а 10%, 30% еще шанса крита. В принципе, ну, строчек подмутить, где-то еще покачаться, в принципе, я доберусь, но вот с базовой защитой будет посложнее, и со здоровьем. А так, в принципе, атака, защита у нас практически одинаково. И вот такой, ребят, результат. И при том, что я еще и добавил хороших войск туда, в поход. немного совсем, ну, все равно, даже как бы и не так уж и мало, поход дал, но они вообще откисли, он их вообще не почувствовал, а у него сидели только Т9, и он меня так сдержал. И вот, это я вам показываю, ребят, чтобы вы понимали, что вам нужно, ну, вообще, в принципе, в игре в данный момент, чтобы вы могли держать удар. Это я и для себя делаю, да, для себя я смотрю, и, как бы, типа я полупехотник в данный момент, что-то пытаюсь на нем сделать. Да, блин, где-то-то что-то. Тут гораздо поприятнее, у меня и поход больше, проценты, меньше, но поход, поход больше у меня был. Вот. Процентами тоже больше. Это я вам показываю, что вам, ребят, нужно примерно иметь, чтобы держать удары. Соответственно, в замке его вообще хер выкручешь. Он, когда станет в оборону в замке, телегой там вообще нечего ловить. Из-за стенки пехоты будет бить. Лучники, арбалетчики, и там тележка вообще, где сядет, там и слезет. Но, обратил я внимание, что у всех китайцев, но азиатов, кто играет, а у них упор, у всех есть четвертая звезда на героя. Одна звезда, хотя там и проценты непонятно чего, но одна звезда вылетает, две звезды вылетают, три уже крепче, а вот четыре, уже совершенно другой разговор. Ну, тут плюс десять, ой, плюс девять, как бы, ничего, больно, как бы, ну, мы не видим, да, там сверх какого-то, космического. вот такие вот навыки, тут по стандартному, ночное небо защита, ночное небо атака, ночное небо здоровье, всеобщее здоровье, и видно, что он как бы в нападении был, уроны нападения, урон при обороне снижения, и ночное небо, снижение получаем урона пехоты. Конечно, это у него атакующие походы, атакующий дракон, он, в принципе, от оборонительного отличается только тем, тем, что сюда надо ставить будет уроны при обороне, урон при обороне снижения. Вот, ребят, это я вам показываю. Получается, если у вас пехота меньше, в принципе, да, по процентам, то у вас, ну, любой маломальский тележник будет кушать, хорошо прям так кушать, и даже если вы сядете туда паладинами, там, Т-14, вас все равно расковыряют, и вы потеряете хорошую армию напрасно. Так что, вот, ребят, это проценты на пехоте, которым вам стремиться, в идеале для комфортного существования в игре. Можете себе заскрешотить, запомнить, это, так скажем, минимум, ребят, это не максимум, это старт. Максимум мы видим, там уже по 240, урон получаем, урона там по 280. А это, ребят, ваш минимальный набор, так скажем, чтобы держать нормальный удар, и это была телега. Про пехоту на пехоту он вообще легко удержит, а про коней я вообще молчу, кони тут, ну, где сядут, там и слезут. Самый опасный соперник для них это телега. И анти-телеги у него, кстати, так, анти-пехоты немного, смотрите, упор на анти-пехоту вообще нету, 28 всего, потому что пехота и так, он не очкует ее. Сдерживание пехоты тоже 39, потому что он ее не боится. Так, а вот так, по коням у него уже, так, что по коням? Коней-то у меня, походе, это и не было. Нету здесь, я не знаю, сколько у него, вот анти-отсадное урони 34, сдерживание 27, тоже мало, да, у меня намного больше, ребят, у меня намного больше, и анти-сдерживание на всех видах. У меня там под 60, наверное, под 50, а у него что-то маловато. Так, у меня вот телеги, где? Где у меня анти-сдерживание? А, я же пехоту убил, ребят, извиняюсь, ну вот я, вот у меня анти-пехота 59, сдерживание 55, но у меня телеги там под 80, получается, смотрите, у него упор, у меня был на анти-сдерживание, на то, на сё, у него вот только здоровье, атака защита туда-сюда, и он чувствует себя комфортнее, чем я, потому что, потому что, вот так вот, ребят, я не знаю, почему, но вот, короче, даже анти-сдерживание нет такого глобального. Представьте, если бы, это на мою сторону перетащить, с моим анти-сдерживанием, таким, да, под 70, под 80 на телегах, и вот, егошние проценты на здоровье, пехоты, атаки, как бы я принял сам себя, да вообще бы, я думаю, весь бы поход схавал, и, ничего бы он мне не сделал, так что, будем заниматься, развиваться, ребят, вот вам первый пример пехоты, жду ваш, ребят, комментарии обязательно, обязательно, так, ролик 11-26, сейчас еще вам про коней покажу, жду ваши комментарии, обязательно, по этому поводу, то же самое, ребят, по коней, да, сегодня у нас, некоторых ребят били, конников, мощных конников, достаточно, мощнее, чем я сейчас покажу, отчеты, но тут вот игрок, именно в оборону, и в атаку тоже, и в обороне на конях, очень плотная, оказалось, вот, осада прошла неудачно, я лупанул, смотрю, какая-то подлетела, так, а я сначала всадил соло, результат вообще, ни о чем, друзья, разбился, развалился, вот, прокол есть 8, так, извиняюсь, ребят, но я не уверен, что прокол зарешал, смотрите, какие кони, упор, урон получаемой кавалерии, 116, отлично, урон наносим, 180 будем считать, базовая защита 29, база 43, ребят, всего, шанс крита 35, урон при обороне кавалерии, 39, штурма нету, можем не считать, смотрим только коней, ребят, все проценты за 1000 по хп, вот, и урон при обороне 543, снижение 424, я так понимаю, что урон при обороне накручен даже на 7 и 8 строе, и возможно на 5 и 6, потому что, потому что слишком мало, ребят, базы 43, когда у человека есть прокол, но нет базы, это, ну, наталкивает на мысли, что, возможно, он знает что-то больше, чем я, смотрим магию, магия стандарт, жара, и ветер, строй, непонятно, вообще строй забыла, конный поставить, скорее всего, у нее в атаке был, когда она в строне сидела, другой строй, это такой второстепенный, сейчас мы перейдем к другому отчету, так, вот такой вот дракон гекс, вот такие вот у нее проценты, так, здоровье на все виды, всеобщий урон при обороне, ночное небо тяжело, так как коней, снижение, так, ночное небо снижение, понятно, и здоровье, нет упора на защиту, на атаку коней, а на все виды войска, на здоровье, стоит на джудит, набор такой, понятно, Тут мы решили собрать ралли Обычно ралли, ребят, это не супер Ну там И там вообще еще все хуже случилось Как бы, да, вот такой вот результат Палатки изобили Палатки изобили Смотрим, ребят, проценты Так, здоровье коней 1300, урон 184 Так, база не изменилась База щиты изменилась Так, урон при обороне коней тоже поднялся Антисдерживание есть Шанс крита 36, небольшой Урон при обороне 551, 430 Охренеть Охренеть, снова джудит Тот же самый шмот Это не иньягуан, ребят, это джудит Тут все то же самое Строй опять непонятно, что Строй можно еще усилить, то ли она забыла Но представьте, да, у нее нету какого-то строя Второго, походу Да, игрок донатит много, как бы Тут вообще он строй первого уровня, смотрите Тут тоже Непонятно, короче, может и строй забыла поставить И это джудит Джудит три звезды Так, джудит три звезды Так, потом ребята там по ней в соло били И у нее есть Была иньягуан Вот у этой девки Иньягуан Тоже с четырьмя звездами Там проценты еще космические И, короче, вот С такими процентами Без базы, ребят Базы нету Она держала наших самых сильных тележников Которые, ну Замки на полтора гига в соло прошибают А тут В какую-то Таку въезжают Вот И смотрите, ребят Как работали войска У нас, соответственно Войска обычно с боем работают Как бы и в соло Было это обычное ралли Вот я и бил телегой, да Т девятая убивает На равне с Т тринадцатой Это вообще бред Т четырнадцатый Тут где-то сзади Так, Т четырнадцатый Это дым сюда Так, тут тоже ни о чем Т тринадцатый Вообще Что были, что не были Дальше смотрим Страх Страх Он перепутал Зашел телегой Хотя сам конник Тут вообще результат Нулевой Так Муэрта Вот смотрите Он убил, да Он, грубо говоря Все его здесь нанесенные Нанесенный весь урон Был им Т тридесятый Тоже не отработали Слоны, кстати Ничего себе Что-то сделали Так, смотрим Самурай Ему надо было Пехотой заходить Скорее всего Самурай Если бы пехотой зашел Тоже бы много убил Ну так вообще Ничего не убил Аленушка Конями И убила Удивительно Что-то четырнадцатый Не отработали Так Это у нас Света Тоже Тележка Против коней Вроде что-то Должна сделать Ничего не убила Хотя войска Замолены Все в принципе Есть Так Верифани То же самое Тут походу Какой-то А, конный Ох Еще и хорошая Столько много Тоже убил Вот так Вот очень мало Арт Тележка Тоже убийство Можно сказать Кот наплакал Вот такой ребят Результат Да Кто бы мог подумать В принципе Кто бы мог В принципе Подумать Что тут такого Кроме прокола Я думаю Что и на Непонятно На чем На Джудит Атака Защита Что тут Работает Вопрос Урон Получаемый Кавалерий 120 Да Это очень много Это уже много Вот скорее всего Это Урон 184 Ну нормально Здоровье Но это ребят Джудит На Иньян Гуан Будет все веселее Работает Урон При обороне И урон При обороне Сдерживания Ну вот Мне кажется Что он до 500 Работает Как-то Похуже А вот После 500 С ним что-то Происходит Неладное И он начинает Убивать Защитник льда Базовое здоровье Так Вот набор Войск у него И вот ребят Приятно Да Ей играть на замке Соло Ее вообще Ну никто не разорвет Лучниками Бесполезно Тележка Не шьет Пехота Кони Вообще Гдеся Вот там И слезут Интересно Посмотреть Если бы По ней Ударил Топовый Пехотник Который Бьют Там Замки Типа ФФК Там Чуть не будет Интересен Результат Вот А так Грифоны Смотрите Все по красоте Накидывают Без базы Самое Что Меня Разражает То Что У нее Базы Нету И она Так Держит Люди Там Стараются Эту базу Крутят Все Добывают Все Что-то Делают Там Шансы Крита И у них Ничего Не работает А тут У нее Все Нормально Нету Ни Базы Ничего Непонятно Чего Качнуло Но Джудит Стала Шмот Плюс Шесть И Понеслась От Самых Крепких Ираков У нас В команде Так Легко Бежат Вот Такой Вот Результат Вот Так Вот Результат И Это Крипов Не Было Один Крепкий Тележный И Это Не Супер Ралли Но Обычная Как Б По Сути Убил Только Дима Это Получается Можно Сказать Что Соло Дима И Вот Так Это Вам Так Скажем Пища На Ночь На Раздумье Кто Будет Смотреть Уже Наверное Поздно У вас У всех Будет Как Вам Быть Можно Защищаться На Кавалерии Сейчас Да Можно Вот Смотрите Вот Пример Вот Так Вот Это В принципе Друзья Все Это Было Мое Мнение На Сегодня Будем С Вами Друзья Прощаться Напоминаю Что Ребят У меня Можно Через Разменя Точнее Приобрести Платину В игре Также Можно Купить Легендарные Пакеты Цена Легендарного Пакета Будет Стоить Вам 5 800 В рублях Ну И В принципе Облики Продаются В принципе Еще Есть Что У нас Еще Есть Еще Есть Эмблема Героев На Спокойной Ночи Удачных Вам Боев И Пишите Обязательно Комментарии Что Вы Думаете По Данным Замкам По Данным Отчетам Все Всем Пока Субтитры Субтитры Субтитры